Отличительной чертой соревнований было то, что в них принимали участие шахматисты самого разного уровня и возраста. В шахматах подобные турниры называются гандикап. Правда, положенные для гандикапа форы более слабые участники не получали. Такая игра, как шахматы, она интеллектуальная, требует совершенно особого склада ума. Я всегда преклоняюсь перед такими людьми. Наиболее именитым участником турнира был чемпион мира среди слабовидящих Станислав Бабарыкин. А самым юным шахматистам, Кириллу Мансуршоеву и Льву Савину, едва исполнилось 5 лет. Быстрые шахматы, их еще называют рапид, имеют свою специфику. 15-минутные партии требуют предельной концентрации внимания. В них гораздо чаще, чем в классических длинных поединках, встречаются яркие идеи и зрелищные комбинации. Интересен рапид и для болельщиков. Среди взрослых участников победителем ожидаемо стал Станислав Бабарыкин. Занимаюсь шахматами давно, с 7 лет. Первые мои тренера – это папа и дедушки. Сначала дедушка в 6 лет научил играть в шашки. Мне понравилось. Показали, какой это шахматы. Папа показал, понравилось. Ну и, в общем-то, так и понеслось. В 8 лет выполнил третий разряд. Стал ездить по турнирам. Чемпионом мира стал в Германии, в Дрездене в 2013 году. Среди молодых участников победу одержал Дмитрий Ивасенко, а у ветеранов первое место досталось Юрию Виташинскому.